Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона для вас работает Светлана Занько. «Свое особое мнение» сегодня высказывает член общественной палаты Кировской области, президент фонда Азербайджана Лунар Гусейнов. Лунар, добрый день. Добрый день. Программа идет в записи. Записываемся мы 22 сентября. Так, чтобы если бы мы ссылались на какие-то дни, было бы понятно, почему это вчера было на прошлой неделе. Ну, начать я бы хотела с ситуации вокруг Дома Дружбы Народов. Я бы хотела понять вообще, чем живет сейчас это учреждение, открытие которого мы так долго ждали, и о работе которого мы так мало сейчас знаем. Да, ну, к сожалению, Свет, так скажу, что многие мне спрашивают о Доме Дружбы Народов. Понятно, почему спрашивают, Лунар, потому что именно ты был проводником этой идеи во многом. Да, ну, сейчас я хочу сказать нашим слушателям, что я к Дому Дружбы Народов никакой отношения не имею. Но, как, допустим, руководитель рабочей группы по межнациональным и межконфессиональным сотрудничеству в Швейцарной Палате, естественно, мы курируем данное направление. Скажу таким образом, что, естественно, мы неоднократно встречаемся у сейчас уже министра, можно сказать, Владимира Андреевича Бекетова. Это человек, который отвечает за внутреннюю информационную политику, в том числе и за межнациональные и межконфессиональные отношения. Да, курирует данную отрасль. Ну, как раз встречаемся и обсуждаем. Ну, конечно, для меня обидно, что вот мы столько добивались создания Дома Дружбы Народов. Я хочу поблагодарить как раз нынешнего руководителя региона Никита Юрьевича Белых, а также бывшего руководителя, в том числе и Владимира Васильевича Быкова, потому что они очень тоже вместе с нами старались, были инициаторами тоже вместе с нами открытия Дома Дружбы Народов областного центра. Это областной центр. Ну, к сожалению, вот сейчас такая тенденция пошла, что Дом Дружбы Народов, она как бы существует, но деятельность мало кто знает. А это должно быть наоборот. Такое, вы знаете, должен аккумулировать все в себя, все национальные вопросы и ненациональные вопросы. Дом Дружбы Народов, все думают, что там одни национальности собираются, там диаспоры. Это не так, любой гражданин может туда прийти, там ознакомиться, выставки должны быть. Так задумывалось. Так задумывалось, да. Давайте мы сделаем шаг назад и напомним нашим слушателям, а почему была такая необходимость в открытии этого дома, и что они из себя представляют, вот по образцу ведь делали, по образу и подобию наших соседей, потому что вы сами рассказывали, что в том же Татарстане таких домов Дружбы Народов несколько десятков, насколько я помню. Вот смотрите, есть в Татарстане областной дом Дружбы Народов, да, есть в Татарстане, допустим, городской дом, у нас этого и нет. Хотя я уже два года говорю о том, чтобы необходимо сделать еще городской дом Дружбы Народов, потому что областной центр это областной центр, он работает с областью, а с городом никому работать. А основной косяк, диаспор, национальный вопрос поднимается в городе. Вот мы как бы постоянно этот вопрос курируем, а вокруг того, чтобы там сделать еще городской дом Дружбы Народов, ее деятельность уделить более, скажем, насыщенными, сделать более насыщенным. Вам, Илунур, сейчас на это скажут? Мы про областной-то ничего не знаем, а вы еще городской нам предлагаете. Ну, пусть и будет. Про областной, я думаю, что это время покажет, потому что уже вот как раз мы недавно в общественной палате этот вопрос обсуждали. Конечно, вот мы там нынешним директором письма отправили о том, чтобы он хотя бы к нам на рабочую группу пришел и рассказал вообще, чем занимается Дом Дружбы Народов, какие планы, перспективы, и как общественная палата, чем мы можем помочь, в каких там репрессиях принять участие, или как-то призвать там народ для того, чтобы они более активными были. Но, к сожалению, он проигнорировал, вообще на письмо не ответил. Мне как бы секретарь сказал, что вообще никаких ответов нет. А кто возглавляет сейчас? Вседавних возглавляет Дом Дружбы Народов. Сейчас директором является Андрей. Я думаю, что этот вопрос мы уже будем поднимать более конкретно. Сейчас уже с Бекетовым, Владимиром Андреевичем, уже министром, чтобы более открытой была деятельность Дома Дружбы Народов. Какое финансирование выделяется Дом Дружбы Народов? А кем он должен финансироваться? Это областной учреждений. Областной учреждений. Из бюджета. Из бюджета, да, деньги выделяются. Я хочу сказать, что там, допустим, сейчас вот недавно, как раз на прошлой неделе у меня звонки были из соседних домов Дома Дружбы Народов. И все почему-то думают, что... Из других регионов? Нет, нет. Из домов рядом, находящихся Дома Дружбы Народов. Из жилых домов. Из жилых домов. И окрестных. Да, вот именно, что жильцы таким образом и на меня почему-то насылаются, думают, что я там какое-то отношение имею. Я пытаюсь объяснить, что, еще раз повторяю, что я никакое отношение не имею Дома Дружбы Народов. Это вы сейчас не имеете. Сейчас. Но до этого мы были инициаторами, чтобы создавался. А сейчас там есть директор, есть, соответственно, лицо. Вот и жильцы жалуются, что это как-то не Дом Дружбы Народов, а место пьянки. Мне это очень обидно. Мы вообще добивались, чтобы там реально Дом Дружбы Народов создавался. Там почему-то постоянно там пьянки, постоянно дискотеки какие-то организовываются. Я понимаю, что там, ну, они говорят, что понятно, что там. Они думают, что это все диаспоры так собираются, постоянно там пьют. Я им объясняю, что это деятельность Дома Дружбы Народов. У них есть, может быть, мероприятия какие-то плановые. Хотя об этом это должно быть уже это публичное место, афицированное. Скорее всего, реакция жильцов такая, потому что они не понимают ни функции этого учреждения, ни планов этого учреждения. И сами они не задействованы в работе этого учреждения. Ведь Дом Дружбы Народов, насколько я помню, создавался действительно, как вы говорите, не только для того, чтобы собирались разные диаспоры, но чтобы вообще горожане, жители областного центра знали, что именно в этом месте можно развивать общение, коммуникацию, поддерживать традиции свои, устраивая различные межнациональные, межконфессиональные или, наоборот, национальные праздники, но для всех. Но не только праздниками, можно и научными делами заниматься. А мы знаем вообще и график работы Дома Дружбы Народов, и действительно запланированные мероприятия, и цели, задачи, кто и как развивать собирается. Перед тем, что сюда прийти, я специально зашел на сайт, пытался вообще найти что-то по домину Дома Дружбы Народов, но я ничего не нашел, никаких план мероприятий. Как это связано, скажите, с отсутствием финансирования или с отсутствием какой-то... Всегда в таких вещах должна быть инициативная группа людей, фанатично посвященных этому делу. То есть, да, либо кого-то наняли, им программу дали, и они должны ее исполнять, либо люди, раз этой программы нет, те, которые организуют, сами пишут программу, утверждают, собирают, ведут сайт и прочее. В чем дело? Почему это не происходит? Ну вот я не знаю. Вот учитывая, конечно, что Дом Дружбы Народов финансируется из-за областного бюджета, как областное учреждение, я даже не знаю, какие деньги туда выделяются, потому что информация, она еще непонятная, она должна быть публичная, но поскольку это уже учреждение культуры, культурное учреждение, можно сказать, да, ну никаких информаций у меня нет, какие деньги выделяются, кто сколько получает, какие там вообще есть должностные лица, я знаю, что там строго директор седавных, и больше никого не знаю. А вы приглашали на рабочую группу в общественную палату представителей Дома Дружбы Народов? Ну вот на прошлом году, да, он у нас был, в принципе, мы делились, какие планы там, мы даже предлагали им план мероприятий совместный какие-то сделать, ну тишина, никаких ответов. Вот в этот раз уже на практически у нас 3-го числа была рабочая группа, заседание рабочей группы, мы тоже перегласили. Никто не пришел? Никто не пришел на заседание. А сейчас вас звонит вопрос именно с тем, что не раскрыта информация официально, например, в интернете, и поступают жалобы. Ну, честно говоря, мне не то, что, как бы сказать, волнует, меня вообще ничего не волнует, меня волнует то, что там мое имя курируется вокруг этого Дома Дружбы Народов, это очень обидно, мы хотели вообще делать там статусный Дом Дружбы Народа для кировчан и жителей области. Планы мы даже предлагали различные, я сам лично сидел, писал там план мероприятий, что там можно делать, провести там, даже ездили в Татарстан, ездили в Адмуртию, ездили в Астрахань, там есть городок уже, не просто Дом Дружбы Народа, а парк, тело и парк, там городок Дом Дружбы. Вот специально изучали, чем они вообще там занимаются, эту программу мы еще перевозили сюда, составляли, корректировали и предоставляли тогда еще губернатору Никиту Юрьевичу. Он лично ознакомился с самыми теми вопросами и лично контролировал. А также Быков Владимир Васильевич тоже, он в курсе был этих дел, потому что мы неоднократно с ним тоже встречались по этому поводу. Ну вот сейчас уже смена власти, понимаете, каждая метла метет по-своему. И свои какие-то цели, и политические задачи стоят. Вот именно что, да, я бы сказал, что, ну нет, вот я здесь, в принципе, там, Владимир Андреевич Бекетов, он более открыт вот на эту тему. Серьезно? Я два раза ему этот вопрос уже задавал, каким образом он открыт. Он тоже хочет, чтобы Дом Дружбы Народов работал, функционировал. Я никогда не замечала, что Владимир Бекетов ведет открытую работу, потому что мы познакомились практически в момент его прихода на работу в правительстве Кировской области, и лично с вами, Лунур, приглашали его в нашу программу, например, «Союз нерушимый», которую он игнорирует в течение целого года. Я не знаю, как он работает, а вы знаете? Я как-то его пригласил, я как-то его пригласил на мероприятие. И я лично приглашала. Он вроде сказал, что вот посмотрит по графику. А часто ли он бывает на вашей рабочей группе в общественной палате? Ну, он у нас на комиссии по гражданскому обществу бывает, нас не игнорируют. Часто? Каждый раз, когда приглашаете? Когда приглашаем, да. Вот это хорошо. Да, он открыт для этого диалога. Даже мы неоднократно встречались и по функционалу Дома Дружбы Народов, и в том числе по комиссии по гражданскому обществу он открыт для этих диалогов. Чтобы там более детально, более конкретно ввелись с работой. Но здесь, я так понимаю, что у них не хватает сейчас кадров, кадровый голод, нет личности. У кого нет? Правительства области, допустим. Кто бы занимался этим вопросом? Вот именно, кто бы реально курировал бы данный вопрос. Потому что национальный вопрос, сами понимаете, это очень тонкий вопрос, его никогда нельзя с виду упускать. Потому что он в любое время может стать более ярким в плане, допустим, я бы не говорю, что негативным в плане, в плане того, чтобы более ярким его сделать. В общем, национальный вопрос, он всегда существует, никуда не уйдет, и заниматься им надо. Не всегда он есть, но многие там национальный вопрос, когда говорим, что межнациональный вопрос, все думают, что в негативном отношении. Нет, это не так, национальный вопрос, это культура, это обычаи, это традиции. Я вижу, Лунур, что вы стараетесь соблюсти здесь все необходимые нормы для того, чтобы никто не возбудился и не нагнетать никакой конфронтации. Однако мне до сих пор действительно непонятно, выполняет свои функции дом дружбы народов или нет, почему поступают жалобы. Но для этого, видимо, надо пригласить все стороны, в том числе и господина Бикетова, и господина Седавных, может быть, сюда, вот за этот стол, в вашу программу «Союз нерушимый», чтобы они пояснили. К сожалению, отказываются пока, они приходят, но мы будем ждать. Я вот лично обещаю вам, поговорю с Владимиром Андреевичем. Ну, Седавных, я говорю, проигнорировал, нас не перешел. Ну, давайте, Бикетова, передайте наш привет, и пусть приходят к нам. Для того, чтобы там, как, просто, чтобы была ясность, чем вообще нас занимается, почему люди жалуются, соседи жалуются, что там постоянно какие-то дискотеки проводятся, и это в план мероприятия входит, не входит, чтобы людям сказать, что, да, ребята, здесь вот дом дружбы народов с пятницы по понедельник, то есть с понедельника по пятницу, а суббота воскресенье, потому что не дом дружбы народов, а дискотека. Прервемся сейчас на этом, у нас перерыв. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. «Свое особое мнение» сегодня высказывает член общественной палаты Кировской области, президент фонда Азербайджана Лунар Гусейнов. Ну, я бы хотела вот еще о чем с вами поговорить. Это тоже все вокруг, я бы так сказала, нашей интеграции общенародной. Мы начинали уже этот разговор в «Дневном развороте» на прошлой неделе, говорили о билинговальном образовании, двуязычное образование, сразу так переведем, и именно в применении к вопросу об интеграции и сейчас уже о семей и детей, приезжающих сюда, мигрантов, в нашу такую общественную жизнь. Это семьи и дети, прежде всего, не русскоговорящие, но которые здесь оседают, которые здесь покупают квартиры, жилье, работают более-менее длительное время. И этот вопрос, как мы говорили в «Дневном развороте», как выяснилось, он приобретает все большее и большее значение. Вот на каком уровне он решается? Потому что представители образовательного учреждения, которые, начиная сейчас с вами взаимодействие, здесь были, это все-таки такой уровень договоренности. Давайте попробуем. Давайте попробуем. А вопрос-то вообще-то государственного значения. Ну, смотрите, это развитие стратегии национальной политики, вообще Российской Федерации, да, там, 2025 года. Ну, конечно, это государственно важное дело. Но мы здесь со своей стороны иницируем для того, чтобы заботимся о тех людях, которые переехали сюда. Это наши земляки, это наши друзья, это наши соотечественники. Здесь многие вот не понимают, потому что после эфира мне пару звонков было, там, зачем это сделать, смотрите, там, для чего. Многие не понимают, что мы здесь внедряем какой-то иной иностранный язык. Я именно объясняю. Вот сейчас говорю, чтобы, наоборот, мы хотим, чтобы сюда, если кто-то переехал жить, вести, оседлый образ жизни на территории Кировской области или вообще на территории Российской Федерации, это масштабная проблема, чтобы они знали русский язык. Хотя пусть не совсем, там, в совершенстве русского языка, да, там, его невозможно, там, что русский язык могучий язык, его невозможно знать. Но, тем не менее, хотя бы, там, терминологию понимали, о чём речь идёт, куда они вообще, там, пойдут, магазин за покупками, да, там, или своего ребёнка куда-то, там, театр отвезти, понимать, чтобы и ребёнок, там, интегрировался в русскую культуру. Вот цель здесь вот эта вот. А многие думают, что вот после этого эфира, что почему-то мы хотим тут азербайджанский язык, там, развивать, или, там, татарский язык развивать. Здесь мы хотим развивать, как раз внедрять русский язык приезжим, там, гостям нашего города, области. Ничего плохого нет в том, чтобы и азербайджанский, и грузинский, и армянский, и любой, там, узбекский поддерживать, потому что у нас есть, в конце концов, многонациональные семьи. И если семьи хотят чтить по традиции с разных сторон, не только русскую традицию, или азербайджанскую традицию, или грузинскую традицию, то вполне может возникнуть интерес отдать своего ребёнка, а мы говорим о дошкольном сейчас образовании, в такой садик, где есть билинговальные, триллинговальные, ещё какое-нибудь там лингвальное образование и несколько языков. В конце концов, свобода выбора образования, да, это всегда хорошо. Вот эта история, о которой вы сейчас говорите, о билингвальном образовании, об обучении маленьких детей, это мы говорим ещё раз о дошкольном образовании, об общении с учителями, которые говорят, которые являются носителями языка, она, вы думаете, разовьётся из частной инициативы, опять с вашей подачи, да, Элунура Гусейнова, все камни сейчас сюда, да, или цветы к ногам, я не знаю, кто на что способен, вот, разовьётся ли, вы думаете, она в какую-то, может быть, региональную всё-таки историю, потому что на уровне федерации это существует, и мы приводим примеры Московской области, Пермский край, наши соседи, очень хорошо развиты. Пермский край, пожалуйста, про Татарстан вообще молчим, да, вообще молчим, хотя, несмотря на то, что они бы могли только и насаживать, например, татарскую культуру и язык, они прекрасно, прекрасно развивают русские и другие. Ну, я очень надеюсь, естественно, вроде там каждая инициатива, она должна нести в себя какую-то ответственность, потому что мы знаем, что что-то мы, если иницируем, на это есть потребность. Мы изучаем, не просто так с головы сегодня, вот там с тобой за столом сейчас посидели, подумали, давай мы это и будем иницировать. На это есть потребность. Я, конечно, хочу поблагодарить как раз Ксению Шамову, потому что она очень так вот отзывчиво относится к этим вопросам, отзывчиво принимает все наши запросы, а также Сусанна Васильевна Никитина Юблюд, потому что их корпорация, можно сказать, я понимаю, это как частная корпорация, но, тем не менее, у них интерес, они даже сказали, бесплатно могут пустить, для того, чтобы попробовать сделать пробный шаг. И они не настаивают, чтобы именно это на их базе было, потому что опять, вот я говорю, после эфира там пару звонков было, а один из звонков был, что почему вы там их рекламируете или же на их базе делаете. Хотя мы старались дистанцироваться вообще от частного учреждения, но не могли не сказать, что именно на их базе это происходит. Ну, типа там такие, знаете, упряженные вопросы, что почему вот это коммерческое, почему не государственные учреждения делать. А я как раз именно такой вопрос задаю. Когда мы дойдем до жизни такой, когда на уровне государственных учреждений подобные программы смогут существовать в Кировской области? Вот смотрите, я еще раз говорю, вот тогда мы с министром еще образования Исуповым, этот вопрос Михаилом Исуповым, да, как раз на круглом столе по билингвальному образованию обсуждали, но он сказал, что он поддерживает это. И возможно, что мы уже выйдем на новый уровень, потому что министерство не игнорирует и понимает эту проблематику, что это очень важная проблема. И мы, если сейчас ими не займемся, через 2-3 года это еще большая проблема будет превращаться, еще больше проблем будет. А сейчас возможно, что как раз мы эту проблему будем стекать для того, чтобы развивать как раз данное направление, чтобы вы сами знаете, что вот сейчас губернатор Васильев тоже в вашем эфире я слышал, что он говорит, что вот у нас там медицинский туризм будет развиваться. Между прочим, а приедут люди, не говорящие на русском языке. Не говорящие на русском языке. И это надо сейчас основу положить для того, чтобы они переехали, могли бы интегрироваться в наше общество, в нормально, а не так, чтобы они переехали, сидят дома и никуда не выходят, ничего не понимают. И нет, понимаете, вот люди хотят, есть потребность, но нет инструмента, который мог бы развивать вот это. Вот мы хотим как раз быть этим инструментом, предложением для того, чтобы вот люди переехали, вот можно обратиться, допустим, на Копленок, ну если там есть это, или если будет государственное учреждение, пожалуйста, обращайтесь туда. То есть на примере сейчас вот этого вашего проекта можно разработать, по крайней мере, методики и программы, и если возникнет такой спрос, достаточно быстро внедрить их на государственном уровне. Это уже развито, мы же не собираемся там ничего, не будем придумывать. Модуль создан, она рабочая, просто его надо внедрять, как правильно я сказала, чтобы наши чиновники понимали, о чём речь идёт. И многие до сих пор не понимают, о чём мы говорим. Что это такое, так я говорю, вот смотрите, вот это вот, пишем им письмо, обсуждаем ситуацию, как это будет произойти, примеры переводим, там, из Чечни, очень хорошо там развито, вот, лингвальное образование, там, даже, там, и чеченский язык, и у них, там, адыгский язык, и карачайский язык, в том числе, да, там, русский язык, там, на вершине, и люди справляются нормально. Мы говорили ещё о том, всё-таки эта история о том, насколько приветлива во всех отношениях этой земля, не просто в смысле гостеприимства, я говорю, а если вы хотите привлечь сюда высококвалифицированных специалистов, может оказаться так, что эти специалисты, например, из двуязычной семьи, и они хотят поддерживать традиции, а то и вовсе иностранцы, но хотят приехать в Кировскую область, а захотят они тогда, когда они смогут иметь рабочее место, они могут иметь место в детском садике для своего ребёнка, где он будет комфортно себя чувствовать, говоря на разных языках, и дальше среднее и высшее учреждение, вот об этом речь идёт. Вот смотри, Свет, таким образом, почему такая идея, вот три года назад даже об этом я говорил, по-моему, я вернулся с Германии, когда мы с Игорем Михайловичем Шариповым ездили как раз по развитию международного детского лагеря, патриотического воспитания. Вот мы с Игорем Михайловичем поехали в Германию, конечно, мы там не сидели каждый день, мы работали, и выезжали там на разные города, в том числе, вот мы уехали, значит, в Ганновер, и в Ганновере я с такой картиной как бы столкнулся, что вот поехали, и мне немцы, эти же немцы говорят, а знаете, что здесь есть русский лагерь? Я говорю, давайте с Игорем Михайловичем поехали туда. Что там вообще говорят, о чём? Мы поехали туда, ребята там переехали из России с малышей, с родителями, видимо, там командированные, там кто-то был, работает, или там обмен данными поехали по каким-то вопросам, студенты, они там живут практически и изучают немецкий язык, культуру немцев, допустим, да, географию немцев, в том числе языковую среду они пытаются там для себя внедрять. Есть потребность. Вот, пожалуйста, поехали туда, изучили. В течение там месяца они уже, я не говорю, что там конкретно уже совершенствовать, знать немецкий язык, но всё равно какие-то терминологии они знают. А у нас-то негде. Что я могу сказать? Вот то, что уже возникают такие проекты, уже такой звоночек, или прямой сигнал, даже не звоночек, да, что потребность у нас есть. Так, естественно, есть потребность. И вопрос этот нужно разрабатывать и решать. Сейчас мы прервёмся на короткий перерыв. Буквально через полтора минуты снова в студии со своим особым мнением Элунар Гусейнов. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает член общественной палаты Кировской области, президент фонда Азербайджана Элунар Гусейнов. Вот как раз о работе фонда Азербайджан хотелось с тобой, Элунар, поговорить. Давно мы просто об этом не говорили, а я знаю, что ты вернулся недавно из Москвы, где федеральный фонд обсуждал, видимо, во-первых, итоги работы за прошедший период, во-вторых, строил планы на будущее. Просто интересно узнать, чем вы там занимаетесь на своих съездах? Что обсуждаете? Какие насущные проблемы? Насущных проблем сейчас таковы, как уже нет. Вроде всё решается более конкретными вопросами. Мы там занимаемся. Назови несколько фамилий, которые там фигурируют, чтобы люди понимали, кто там собирается. Ой, ну там много народу собирается. Это там начиная от посла Азербайджана, там Палада Бульбелоглы и моего друга Аксакала, мудрого человека Юлии Соломоновича Гусмана. Кстати, он привет передавал. Я ему рассказывал о том, что есть на территории города нашего Кирова. Прекрасная передача «Союзнерешимый». Он большой привет передал. Он говорит, слушайте, здорово же это. Вообще нигде нет по России. Там люди даже забыли про традиции других народов. А здесь мы, скажем, дали от центра, об этом этот вопрос поднимаем, об этом говорим. Это очень здорово. Очень приятно это слышать. Да. Ну вот мы сами, наверное, по новостям видели, что недавно у нас такая ситуация произошла вокруг ВАКа. Это Всероссийско-Азербайджанского конгресса. Всероссийско-Азербайджанский конгресс по решению суда был закрыт. И как раз вот мы региональные, или же там, скажем, из представителей городов, из регионов поехали на съезд, как раз на съезд азербайджанцев в Москве, в том числе там изучение, а также представление уже новой организации федеральной, или же там, чтобы как раз те организации, существующие в регионах, вошли на федеральную организацию. Там у нас есть еще одна организация федеральной автономно-национальной культуры. Это как называется ФНК Азеррос, это азербайджанцев России, федеральной автономно-национальной культуры. ВАК закрыли. Но сейчас, я думаю, что они думают, что еще новую организацию какую-то открыть. И таким образом развивать, как раз там, я бы сказал, не клонировать ВАК, просто сделать новый импульс, новую организацию федеральную для того, чтобы азербайджанцы вокруг чего-то там развивались. Конечно, заслуга ВАКа была очень хорошая. Это ВАК создан был там, как раз, при прошедшем президенте покойного, там, общенационального лидера азербайджанцев Гейдара Алиева, а также совместно с Владимиром Владимировым Путиным был создан. К сожалению, его закрыли. Это, конечно, там уже суд решает, там есть какие-то, может быть, вопросы были к ним. Я уже не вникал в эти проблемы, по какой причине закрыли. Вот в связи с этим мы как раз в Москве собирались. Я думаю, что как раз у нас в октябре месяц опять будет съезд по этому поводу. И люди собираются, обсуждают какие-то проблемы или же вопросы, или проекты, каким образом эти проекты развивать, внедрять, в том числе сохранить культуры, обычаи, традиции. А также вот вопрос был поднят о том, чтобы на региональных уровнях как раз развивать воскресные школы национальном языке. Потому что в Кирове у нас есть, а у многих субъектов этого нет. Людям некуда обратиться. Вопросы миграции молодых ребят, которые переезжают на территорию Российской Федерации на обучение, они страдают. Сейчас законодательство миграционное ужесточено. Многие переехали, там не успевают, становятся нелегалами. Вот эти вопросы основное место занимает как раз на этих съездах. А так в целом, Юрий Соломович, как сказал, уже азербайджанцы, которые живут в России, ассельный образ жизни, они российско-азербайджанцы, уже интегрированные азербайджанцы. И многие даже печально, что ассимилированные, уже языка не помнят. Но тем не менее, хотя бы мы стараемся... Это естественный путь истории. Да, мы как раз и стараемся, чтобы не ассимилировать те корни, которые уже покинули свои родные места, они переехали сюда жить, ассельный образ жизни вести, чтобы их каким-то образом вернуть, я бы сказал, назад, в свою культуру, чтобы они, их дети, пусть сами как-то помнят, но их дети совсем не будут помнить традиции, обычаи. Вот чтобы вот и на этим вопросами будем работать в ближайший год. Чтобы сейчас перейти к каким-то другим темам, я бы хотела вернуться к одному из дневных разворотов прошлой недели, где мы говорили о развитии детского и юношеского спорта. Проблема была следующая, заключалась в следующем, что несмотря на то, что правительство и Министерство федерального спорта заявляют о том, что необходимо развивать детский и юношеский спорт, и за бюджетные средства в том числе, все равно там бюджетов не хватает для того, чтобы в полной мере обеспечивать работу секций и работу различных федераций. И правительство разными способами пытается стимулировать федерации спорта эти деньги привлекать от спонсоров, от предприятий, от родителей и прочее. У нас не очень хорошо это получается на самом деле, но потому что в силу того, что население и так живет не особо весело, на бизнес-структуры, на предприятия ложится нагрузка много, почему сейчас социальная, и по развитию городской среды, и благотворительная помощь в разных направлениях. Ну и, собственно говоря, зарплаты собственных работников не сильно высоки на предприятиях, если, по крайней мере, по Кирову посмотреть. Мы можем отчитываться, что они довольно приличные, если сравнивать с общероссийскими. Но для реальной жизни, учитывая там и инфляцию, учитывая упавший уровень жизни, и вообще все, в чем мы существуем сейчас, всю экономическую ситуацию, не думаю, что шикуют рабочие на предприятиях, бюджетники в своих учреждениях. Да и мы с тобой, Лунур, тоже. Правда? Хотелось бы лучшего. Естественно. Хотелось бы лучшего. И, тем не менее, в любом случае мы понимаем, что детский и юношеский спорт – это то, что должно не просто присутствовать в нашей жизни, а быть крайне доступным, крайне качественным и крайне безопасным. И здесь, в нашем эфире, в дневном развороте, высказывалось такое мнение, конкретно его выразил Владимир Журавлев, депутат городской думы нынешнего созыва, что необходимо все-таки так поработать с бизнес-структурами, чтобы они закреплялись за различными федерациями спорта. И он тоже приводил примеры наших соседей. Я не могу их ни подтвердить, ни опровергнуть. Я соседей не подключала и с ними не связывалась. Но он утверждает, что и в Пермском крае, и в Татарстане, и в Удмуртии существует такая практика, когда все-таки за федерациями закреплены конкретные предприятия, которые финансируют не только талантливых звездочек на выезды, но и, в принципе, поддерживают тренингский состав и развитие этого направления спорта. Насколько подобная программа реализуема в Кировской области? Насколько наш бизнес готов закрепляться за спортом? Вот я как являюсь членом общественного совета и заместителем председателя общественного совета Перминистерства спорта, этот вопрос неоднократно мы там поднимали, обсуждали привлечение инвесторов, привлечение бизнеса. Я с Володей согласен, 100%, это надо делать. Но тут должно быть желание самого бизнеса. Насильно никого не притащить для того, чтобы вот давайте мы вам дадим данное направление, федерация бокса или федерация дзюдо, вы там выбираете из себя детей более активных, перспективных, и их давайте будете финансировать. То есть желание. Вот, допустим, наш фонд благотворительного Азербайджана, естественно, такими делами уже занимается, уже в течение пяти лет мы развиваем футбол, мы развиваем бокс, мы развиваем вольную борьбу, тайквондо. Каким образом вы это делаете? Ну вот смотрите, есть молодежь, которая занимается спортом. Мы их выявляем. Они переезжают, допустим, на территорию Кировской области, у студентов основном, и дети тоже есть. Родители обращаются, малые мыши, мы этих детей берем, на полностью попечительство фонда. И мы им покупаем, и пикировки, мы им практически содержим этих ребят в направлении как раз этого данных спорта. Поясни, пожалуйста, с кем вы завязаны? Вы завязаны с федерациями спорта по этим направлениям. Вы просто знаете тренеров. Или у вас где-то на страничке фонда Азербайджана висит помогаем, талантливым или малоимущим, значит, детям, семьям, тем-то и тем-то. Как механизм работает? Смотрите, федерация в данных направлениях, они работают узким кругом. Мы, естественно, вот есть ребенок, он хочет заниматься спортом. Нет возможности семьи. Мы выходим, мы знаем практически все семьи, проживающие на территории Кировской области. Я лично знаю практически. Азербайджанцев? Или речь идет от азербайджанцев. Семьи знают, что там, чей ребенок заниматься? Футболом, боксом, вольной борьбой, тэквондо, ушу, карате. Какие есть успехи? Особенно, допустим, с Кирова Чапецки наши ребята, там, постоянно победителем становится, там, по боксу особенно, очень хорошо развивается. Как раз мы, данный вопрос, недавно вот к нам переехал Поветкин, мы тоже были там как-то участниками. С Гурухиным, это федерация бокса, которая возглавляет федерацию бокса. Его силы работы мне очень нравятся. Человек очень открыт и практически призывает постоянно новых людей для того, чтобы они интегрировались в данный спорт и чем-то могли помочь в развитии данного спорта. Если все федерации так бы сделали, естественно, привлекали бы. Это опять человеческий фактор, наличие лидера, личности. Вот Гурухин очень хорошо работает в данных направлениях. Вот всем бы пример от него взять. Он молодец, он поднимает бокс, он старается привлекать людей. Вот я сам неоднократно вместе с ними там, как бы, ходили мы, что-то там обсуждали. Федерация дзюдо, вот в Салбасском районе, наш с вами коллега Зайрбек Лобазанов Гаджиевич, он тоже молодец, привлекает, работает. Очень неравнодушный человек, да. Вот именно что личности здесь зависит от тех личностей, которые хочет, как бы, развивать свой данный вид спорта. Правильно я понимаю, Лунру, что ты говоришь? Что, с одной стороны, должны быть личности, которые стоят во главе федерации и работают как менеджеры-управленцы эффективно, а с другой стороны, если мы говорим о представителе бизнеса, то они сами должны быть лично заинтересованы в развитии какого-либо... Каким бы шикарным и богатым его предприятие не было, вот как ты его убедишь, чтобы он помогал этому спорту? За какие-то пряники только? Я думаю, что здесь и реклама будет помогать данному человеку. Ну, слушай, как Родину не раскручивали, как не создавали эти советы, как не собирали этих промышленников, как не выложили у них деньги? Ну, не любовь, понимаешь? Ни Родины, ни денег, ничего. Не-не-не, почему? Деньги-то выделяли. Деньги выделяли, но и где результат? Дело уже здесь не в предприятии, понимаете? Дело уже здесь... В идее самой, значит, идея была мёртвая. Идея, значит, была не очень раскручена. Если бы хорошая идея была, она бы взорвалась бы вообще на всю Россию. Смотрите, в клубах мат, как развивается. Да, что делать в Кирове, чтобы детский и юношеский спорт успешно развивался? Что делать в Кирове? Вот этим, конечно, должно заниматься Министерство спорта. Дети, многие говорят, что это наше будущее, я не согласен. Дети, это сегодняшний настоящий день. Мы если сегодня им в голову будем вбивать развитие спорта или здорового образа жизни, естественно, в будущем мы будем получать хороших чемпионов, золотых медалей, здорового общества. Министерство спорта у нас эффективно работает в этом направлении? Как член общественного совета я могу сказать, что наш общественный совет один из самых эффективных. Общественный совет при Министерстве спорта? Один из самых эффективных, сказал политик Эланур Гусейна. Я не политик, я общественник. Минутку, в данном случае, как политик выступил. Минутку у нас остается. Буквально короткий комментарий по поводу подарка муфтия Вятского господину Васильеву в момент его инаугурации. Он подарил губернатору казну полупустую, полуполную, и плеть. Понравился подарок? Нет, вот очень многие там говорят, что скучная была инаугурация. Конечно, я, Зуфар Хазрат, молодец. Из всех присутствующих, один он единственный подарок подарил. И то философически он более тонко подошел к этому вопросу, что полупустую казну, что она на самом деле с долгами 27 уже привалила. Я не помню, там 26 было уже, говорят, 27 уже приваливает миллиардов рублей, что мы должны. Вот она полупустая, его надо заполнять. И вторая пустая, чтобы там она уже пустая, надо завязать, заполнять деньгами, чтобы губернатор более эффективно работал, чтобы наш регион не прославился опять на каких-нибудь криминальных, скажем там, идеологиях, чтобы мы нормально работали. А плеть-то плеть. Полупустая казна, плеть. Где пряники-то? Вот мы живем... В 20 секунд. Мы живем в таком обществе, что без плета невозможно. Ясно. Вот, понимаете? А пряники, тогда уже казна будет полная. Тогда я думаю, что пряники получим. Понятно. Ну, Ирка Сейнов, это его особое мнение вы слушали. Сегодня у микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Спасибо. Особое мнение на 101FM